Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Радио Болткома. Утро на Болтком. Урожай, может быть, как-то спрогнозировать. Филипп, доброе утро. Доброе утро. Ну, может быть, с такого вопроса начнем. В исторической перспективе как бы вы оценили работу парламента? Когда он, кажется, был сильнее, что ли, мощнее и мудрее? Тогда вот лет сто назад или сейчас с развитием и науки, и техники, и всего прочего? Ну, я думаю, тут можно разграничить разные времена и с того до военного парламента и нынешнего парламента. То есть, как бы, тут важно понимать, как вообще меняется общество. Потому что парламент, это поражает само общество. И, ну, потому что избиратель, он такой, какой он есть, он избирает таких людей, которые представляют его в парламенте. Но если мы смотрим чисто технически, есть одно большое различие между парламентом в тех временах и парламентом в нынешних временах. Это 5% барьер. Это очень-очень серьезный фактор, который влияет на работу парламента и на структуру парламента. Если до войны этого барьера не было, и были, ну, очень много партий, ну, по одному человеку, по два человека, и стабильность правительства была очень-очень низкая, то есть, как бы, и так, утрировать это, надо было закупать голоса. Мы знаем еще в нашем нынешнем парламенте происходят, ну, всякие сделки, и люди там мигрируют. И так, у нас в военном парламенте это было более характерно, потому что он был еще более раздроблен. Так что я думаю, что нынешний парламент из-за того, что он не настолько раздроблен, нам кажется, что он раздроблен, но он, по сравнению с довоенным парламентом, намного монолитнее, я думаю, потому что влияние парламента намного больше, и это, ну, как вы говорите, больше, 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 чем у парламента довоенного. А как вы считаете, со вступлением в Евросоюз, который, в принципе, главенствует над местными властями, тот самый парламент, он ослаб или он, наоборот, окреп, зная, что за спинами есть мощная такая организация? Я думаю, ну, есть какие-то законодательные сферы, где у парламента, конечно, влияние уменьшилось, те, которые, как бы, диригированы Евросоюзом, те основные сферы, которые влияют на жизнь людей и повседневную систему здравоохранения, финансы государственные, там все-таки парламент имеет огромное влияние на то, как происходит жизнь в нашем государстве. Мы нередко, не то чтобы осуждаем, но говорим о том, что определенные решения, законопроекты, которые принимаются, в принципе, юридически неверны, они полны ошибок. Вот это вот, ну, что ли, падение квалификации, чем можно объяснить? Именно уровень непринимаемых решений и количество ошибок, и нелепостей. Тут, я думаю, тут как бы с обеих сторон есть, чтобы посмотреть. С одной стороны, согласен, что парламент должен быть очень квалифицирован и понимать, что они принимаются. Это все-таки законы, и эти законы регулируют нашу жизнь, потому что там брак, ну, недопустим. Это всегда надо помнить, что парламент состоит из людей, которые, ну, как бы, часть народа, и они не факт, что они профессиональные юристы и знают все нюансы юриспуденции. Это первый факт. Второй момент, мы должны понимать, что, к сожалению, вся система юридическая, она становится все сложнее. Так, да и следующие какие-то регуляции, они становятся все сложнее. Это рок не только Латвии, но это рок всего мира, что, ну, и все больше государство хочет регулировать все, что происходит на его территории, тем и сложнее становятся эти все регуляции, как бы, более расчеренные. И тут, конечно, понятно, опять же, если парламентарий, ну, невысокого класса профессионалу в юридических, эксперт-юридических нюансах, ну, конечно, он может заблудиться в этом. Как любой из нас может заблудиться, когда он читает один или другой документ, который издало какое-то министерство и правительство, который издает где-то читающие, не понимает, где начало, где конец, отзываются на всякие разные законы и регуляции, в конце ты даже не понимаешь, о чем вообще идет речь в этом документе. Я тут думаю, что это есть одна из проблем, что все становится сложнее, и это сложнее понять, сложнее оценить, и намного сложнее, конечно, принимать квалифицированные, качественные решения. Но, конечно, тут надо, опять же, напомнить, в парламенте создана профессиональная такая прослойка экспертов, туристов, которые этим занимаются, ну, и всегда у нас есть, всегда такая конечная инстанция, это президент, который может возвратить обратно закон проект на перерыв. Ну, то есть, на Ваш взгляд, не стоит требовать какие-то дополнительные, ну, не знаю, там, квалификации, образования, достаточно, что на выборы идут и избираются те, кто действительно пользуется доверием определенным и в прямом смысле представляют свой электорат. То есть, кто понравился, тот и прошел СЭМ, а там разберется, потому что есть профессиональные юристы, эксперты и советники. Да, потому что, ну, квалификация, это может ограничивать демократию, а то, что самое важное, чтобы парламент не мерил демитивность, то есть, чтобы общество доверяло его решениям. Еще один вопрос. Напомню, Филипп Раевский, политолог, с нами. Мы обсуждаем СЭМ, потому что 22-й год – это год столетия латвийского парламента. Филипп, следующий вопрос, он тоже об неком, с позволения сказать, ослаблении парламентаризма как такового, не именно вот СЭМа, в принципе, а из-за ковидной ситуации. В принципе, у правительства больше развязанные руки и принимаемые решения заведены под него, под кабинет министров. В этой связи вернется ли полнота функций обратно парламенту? Я думаю, что вернется, потому что, ну, сейчас это ситуация, чрезвычайная ситуация, конечно, специально регулирует, которая закон, как и кто что принимает в этой ситуации, но это всегда имеет ограниченное время. Она ограничена будет во времени. Я думаю, что неизбежно парламенту возвратится, его власть. И тут я хотел бы еще сказать, что то, что важно было бы, чтобы парламент снова начал работать не в отдаленной, а в нормальной ситуации, то есть парламентарии встречались бы на заседаниях парламента, а не в отдаленку, и принимали решения там, и были бы квалифицированные качественные дебаты политические, которых, конечно, сейчас не хватает. Я думаю, это очень нехорошо влияет на политическую ситуацию, на политические процессы, если нету вот этих парламент-качественных парламентских дебатов. Да, вот это очень хорошее замечание, потому что зачастую ты слышишь, ну, чаще всего, конечно, от политиков в 90-х годах, что вот в 90-е годы вот это был парламент, там были личности. И действительно, если ты начинаешь оглядываться назад, я думаю, вы тоже это помните, какие были дебаты, какие были цитаты, скажем так, потом. Сейчас, мне кажется, все это обмельчало, может быть, конечно, пандемия как-то вот повлияла. Ну, как вам кажется? Ну, тут надо, опять же, заметить одно большое различие от нынешнего парламента, от парламента 90-х, от парламента до военного. И тут одно важное различие, что в нынешний момент парламентарии не имеют права объединять свою работу в парламенте ни с чем практически. Ну, там есть несколько исключений, врачи, педагоги, но в основном это профессиональные политики. И вот это ограничивает возможность людям, которые профессионалы в своей сфере, которые не хотят уходить в профессиональную политику, потому что они понимают, что даже через 4 года им уже будет совсем намного труднее возвратиться в свою профессию. И они как бы исключены из политического процесса, потому что они не могут это объединять. Например, как в муниципалитетах, где эти возможности намного больше. И это, конечно, отталкивает многих вот то, что мы говорим, личностей, которые были, например, в парламенте 90-х, которые могли объединять свою работу на других местах, очень часто и не в государственных структурах, частных структурах с работой в парламенте. Потому что, тут мы возвращаемся к предыдущему, что мы говорили, что важна легитимность, а не то, что в парламентарии юридически очень квалифицировано. Но главное, чтобы ему доверяли. А чтобы ему доверяли, он должен быть в повседневной связи с обществом. Это очень трудно сохранить, если ты заключен в этом золотом треугольнике Старой Риги. Да, это один аспект. Второй аспект, мне кажется, что еще интерес к парламенту у населения, да, кстати, и у журналистов пропал, потому что нету больше интриги. Конечно, иногда это хорошо, такая стабильность. В принципе, интриги нет. Все, кто хотя бы чуть-чуть ледят за парламентом, знают, что если какой-то, не знаю, документ, особенно сейчас пандемию, приходит из кабинета министров, 99,9, а то и 100% он будет в парламенте проштампован. То есть интриги больше нет. Да, оппозиция что-то предлагает, что-то выступает, возмущается, но, в принципе, все предсказуемо. Ну, это нормально, коалиционная политика. Если коалиции более или менее держатся вместе, тогда, конечно, мы не можем ожидать больших интриг и сюрпризов. Конечно, мы видим, что есть какие-то депутаты, которые отказываются, штамповать любые эти законы. Но это больше такая... Мы можем посмотреть и поудивляться, вот как ему у них получилось, или вот, может быть, какая-то интрижка маленькая. Но если мы по существу говорим, конечно, коалиционная политика, это предусматривает, что коалиции достаточно дисциплинированно идут вперед. Хотя есть очень большое исключение. Если вы помните закон о вакцинации, который летом он не прошел, потому что коалиционные партии в парламенте, что они не будут. И он прошел намного позже, чем было запланировано. Закон обязательно. И это было вознаграждение с интригами. Говоря об интригах, ожидаются ли какие-то, на ваш взгляд, интриги? Сейчас говорим уже о будущем, о 14-м Сейме, во время предвыборных кампаний. Может быть, так до коалиции, коалиционная дисциплина даст сбой. Примерно весной. Появились яркие личности, которые имеют свою позицию отличной от большинства. В принципе, вы ожидаете каких-то сюрпризов от этой предвыборной пары? Ну, если мы сравниваем с другими временами, опять же, 2000-х год, ну, начало 2000-х, ну, всегда, когда приходили новые личности, они приходили с большими рейтингами, с серьезными амбициями, с серьезными изначальными рейтингами их нехватки, но и с большими предвыборными кампаниями, по бюджетам и по размаху. То, что мы видим сейчас, во-первых, все эти новопришедшие, у них рейтинги достаточно низкие, то есть, там не сравнишь, например, если мы помним рейтинг «Щелы» или «Рэпши», когда они приходили в политику, у них рейтинги были очень высокие. И второй момент, это есть ограничение предвыборных кампаний, финансовое ограничение, ограничение тех средств, которые ты можешь использовать. И это опять тоже заглушает вот эту интригу. Ну, а что касается борьбы между партией и коалициями, они как-то будут друг друга, не знаю, подставлять, бодаться между собой? Или они будут пытаться вот эти вот оставшиеся, сколько там, 8-9 месяцев, сохранить лицо, не ссориться между собой и повторить коалицию после выборов 14-го Сейма? Вот это, я думаю, что так не будет. Это невозможно. Я думаю, что такое коалиция, они уже сейчас все время показывают друг другу зубы, и все время происходят какие-то внутренние сплоки. И особенно, если мы смотрим, опять же, там, лица тех же рейтингов, там, участия этих партий, которые в коалиции, не все так хорошо выглядят, так им хотелось бы. И я думаю, что это, конечно, будет один из тех моментов, который будет возбуждать их желание позиционироваться по отношению к правительству и так и ублажать своего электората, чтобы он все-таки пришел на выборы или, ну, возвратился из тех, например, если мы говорим о рейтингах, всегда из тех, которые не знают, за кого голосовать. Это чаще всего те, которые не удовлетворены работой из своих избранников предыдущего парламента, но чтобы они возродились опять в круг тех людей, которые поддерживают одну или другую партию. Как вы считаете, какой будет, какой может быть явка, в принципе, на новых выборах, учитывая происходящее? Я боюсь, что явка будет где-то сравнима с явкой выборов в целом проявлении, которое мы видели, ну, может быть, выше, потому что, ну, это будет более профильно, более видная предыдущая кампания, там может быть где-то, наверное, 5-10% пунктов выше, но я думаю, что это будет очень в большей мере зависеть, насколько в своих предыдущих предыдущих кампаниях партии будут бороться не только за своего избирателя, но и за то, чтобы избиратель явился на выборы. Потому что это будет один из ключевых вопросов. Ну и, пользуясь случаем, напомним, конечно, что на выборы ходить это хорошо и правильно. Филипп Раевский, политолог, был с нами на прямой связи. Огромное спасибо и хорошего дня. Напомню, мы обсуждали Сейм в такой исторической перспективе. Господин Раевский помог нам понять, насколько отличается нынешняя политика от того, что было практически сто лет назад. Еще раз огромное спасибо. Мы с Абиком прощаемся с вами. Хорошего дня. Помним о том, что раньше вы предупреждения и забывают еще как. Держимся в прямом смысле. Держимся. Так что, будьте здоровы. Ну, об обвещании радиобалкома, оно, конечно же, продолжается. И не устану повторять о работе замечательного портала новостного MixNews. К вашим услугам. Итак, хорошего дня. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok